здравствуйте коллеги здравствуйте здравствуйте юрий здравствуйте леонид сегодня в павильоне линдфильма мы выставили декорации морского побережья ресторана на берегу моря морских коктейлей морских коктейлей я тут муляж лимона положил до чтобы было похоже что я пью чай вот и осветители очень хорошо поработали над тем чтобы сзади как будто бы светило закатное тропическое солнце да на этом мы сегодняшнее видео и закон закончил спасибо за внимание коллеги до свидания ну может быть у вас есть вопросы давайте вопросы есть у меня хорошо первое мы сначала думали в этом видео объявить о том что меняем приз нашем конкурсе была такая мысль была такая нас и точнее была такая мысль что как бы немножко взбудоражить всяких недовольных людей да и объявить так вот прям сделать видео объявить сказать все приз отменяется да и дальше выложить такое видео и наслаждаться большое количество комментариев криков мы знали так и вот так бы этого ожидали тоже кто же отдаст свою недвижимость дорогую это развод мы и наверно мы так и поступим хотя нет хотя не да вот и так как мы продумали такой стратегический план то есть мы 9 получила мы 9 января записали видео записали видео в котором раскрывали свой этот хитрый план доход значит мы там специально на заднем плане телевидении вот и мы хотели значит объявить этот год что мы при за не будет устроить ключу бучу а потом предъявить вам видео за 9 января где раскрывается вся подоплека вот но связи с последними событиями не как сказать неблагополучной обстановкой на ближнем востоке до них воздание президента владимир владимирович владимир владимирович нас удивил мы решили что как бы одного этого события достаточно что искусственные какие-то создавать а вы смотрели послание президента федеральном за я смотрел послание президента я думаю гипотеза подтверждается довольны ли вы послание президента значит не однозначно так во первых владимир владимирович сказал такие слова как главный приоритет да вот это очень здорово потому что попытки получить какую-то реакцию депутатов госдумы на тему что главное ну оскорблениями в основном они отказываются в принципе говорить что существует главное владимир владимирович назвал что главное я коротко бы стал как-то длинно там сказал что это демография до демографическая проблема но 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 что же но юрий для не дать как можно демографическую проблему решить деньгами когда причина проблема не в деньгах я уже разговаривал об этом для них говорит что не поймут но я все равно скажу ребята но посмотрите на финляндию и о том у них деньгами хорошо рождаемость еще хуже чем у нас они просто вымирают посмотрите на германию дело же не в деньгах не не в обеспеченности это очевидно вообще тут больше какая-то большая тратическая ошибка но смотрите что происходит заявив явно четко что такой приоритет и выделив туда колоний колоссальные деньги станет понятно достаточно быстро то дело не в этом то есть достаточно быстро можно выявить ошибки если же значит много всего то как бы никогда ты никакой ошибки не найдешь ты что-то делаешь как ты делаешь правильно неправильно то здесь простая схема есть проблема демографическая есть решение будем давать много денег причем женщин матерям отцы как бы они немного уходят в сторону очень у нас есть один большой папа это государство которое будет давать женщинам деньги где и детей соберется держать а папы все идут лесом как бы их значение в современном мире снижается до нуля вот ну пока что он еще нужен для того чтобы зачать ребенка ну я уже написал уже поздно эту тему что надо ввести институт специальных государственных мужей которые будут приходить и делать зачатие но пока их нет ну сделаю так уже уже они уже государство уже взял на себя как бы ты ребенка родим все остальное государство решить теперь осталось только еще и тебе поможем и родить ну все как бы еще будут платить за то что государственный муж пришел зачатие как бы пожалуйста вот пойдите получите в кассу ночи на самом деле это такая дискриминация одни только эти слова которые владимир владимирович много раз повторил материнский капитал материнский капитал блин какая семья к семья семьи нет есть мама и дети тоже вот как бы очевидно из этого и сказано вот а потом меня вообще было неприятное чувство когда сразу после начались передачи где начали да 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 там такие крики о вот президент объявил миллиарды выделили 5 10 чего радуетесь во первых это не владимир владимирович и деньги это деньги наши все мы налоги платим мы это наши деньги вот наши деньги распределяются вот так вот вы повод по радость радость это вопрос в том правильно ли не распределяется может быть их надо было направить на то чтобы действительно материальное благосостояние мужчин повысить и тогда 7 в семьях будут деньги и женщины будут знать на кого операция а так они будут операции на путина будут писать ты молчи иди телевизор смотри пиво пей а я владимирович и напишу потому что он мне помогает на главную поговорить с тебя главный муж тебя какой долг мне будет гореть не правительство дала столько-то денег при рождении первого ребенка сколько отец андекуру а ты сгорели и налоги плати все эти где них тебе тебя их отнимут и отдадут значит мне вот так вот ты добровольно уже хрен ты мне в семью деньги принять у тебя заставят потому что у нас очень эффективный министр налогов очень хорошо собирает налоги я не знаю эти цифры но могу предположить как вы думаете от кого больше денег поступает бюджет от мужчин или от женщин у нас же будут риторические вопросы да или кто больше задает предприятий кто более успешные предприниматели мужчин или женщин а на кого больше денег после нас не смешно объясняет да очень неспешно такая очень деньги отнять у мужчин отдать женщинам и сказать что это государство вас заботится эти козлы нет вот вот так вот я понимаю основную идею послание федеральному собранию давайте теперь я все-таки скажу мягко да вы скажете мягко можно есть буду в это время потому что у меня кто же он запретит есть да действительно пока еще это не запретили пока это заготове типа элементы не заплатил ешь на заплатил не наоборот что касается главной цели стратегии президент действует как вы сказали методологически верно все-таки он выделяет главную задачу главную проблему и действует на уровне причин до причина определена неправильно но оправдывайте владимир владимирович оправдывайте юрий леонидович но тут два не положено ему ошибаться на таком посту а то есть есть люди к кому не положено конечно товарищ старин ошибался как конечно нет разве что в людях которые придавали тот же хрущев который потом все его то есть ошибался да вот с этим прекрасный повод сказать одну простую вещь часто говорят о неком голодоморе да там который был на украине хрущев там был руководитель вот здесь и что да а потом хрущев обвинил во всем начать сталина и точно также хрущев был главным инициатором всех этих расстрельных списков что даже на одной из его писем стали написал резолюции да умеешь и ты дурак вот и потом этот человек объявил значит сталина тоталитарным там лидером 5 10 вот ошибся в кадрах так вот допускаем что владимир владимирович ошибся точнее мы знаем мы на это будет очевидно через пару лет когда когда кстати количество разводов увеличится она станет например уже 80 процентов потому что женщины современные стороны так что по телевизору и фильмах они видят что надо быть независимой и успешной у них будет теперь вообще все средства для того чтобы не зависит от гражданик поднаправим позаботиться даже старт говорит такой рожай посылаю его нахер мы тебя прокормить у него деньги отнимем тебе дадим все ты может быть одна независимая свободная все как фанера на парижа да и кстати вот есть одна все-таки чего скорее всего ничего владимир владимирович сильнее решение большинством не воспринимается на ура пока сейчас видно что все женщины просто без ума от радости можете почитать комментарии в соцсетях они пишут правильно что мамочек поддерживают мамочек мамочек они так и пишут они такие семьи и не сильно правильно потому что мужики сейчас плохие бросают уходят все на плечах женщины в общем все верно вот это кстати признак не сильного решения если женщина поддерживает значит это тактическое решение тактическое решение потому что как сошлюсь на авторитет как говорит георгий сидоров да женщины тактики мужчины стратегия мужчины стратегия но видимо владимир владимирович попал под влияние тактику да не понял нет оторвался от народа я бы так но опять таки я все-таки скажу в защиту владимира владимирович и она есть надо действовать нам стратегические методологически верно и он все таки не боится выделить одно назвать причину что причина это и известно и и все будет видно что он ошибся но длина он не боится да а вот остальные боятся сам не боятся они горят у меня много делал много всего надо все делать есть много деталей и действует то есть они вообще даже ошибку не найдут я в нескольких аккаунтах губернаторов в инстаграме спросил что вы для себя выделили главное послание президента самый популярный ответ все послание президента было главным отказываются ну пока отказываются коллеги да может быть нас тут трое учредим какую-нибудь общественную организацию организация стратегический контроль можно если общенародный фронт он как бы мусор не вывозится там что-то там не так делается и можешь что-то поручили сейчас контролировать георгий помните что-то им опору дали мировичского общественного фронта я прошу проконтролировать что-то там что-то что-то поручили на него вы лучше вы нас умнее внимательнее вы в комментариях напишите что ничего не плохо смотрели вот он чтобы да да это вот значит стратегический контроль стратегический контроль чтобы рез где была стратегия было выделение главного вот неплохая масса потому что я думаю что надо этих чиновников которых владимир владимир призвал терзать да вот зерзать стратегией а если они они будут не реагировать о чем владимир владимир опять сказал на то что говорят люди призвал прислушиваться к людям а мы люди и люди люди я люди и георгий-гектрся увидел кадры до люди в кадре может и выйдешь покажешься людям что-то это же люди это георгий он тоже люди коллеги скоро вы увидите георгия как минимум не Считай этого двух видео, которые выйдут после этого. Следите за эфиром. Да, и у него нет микрофона. Это Георгий, у него нет микрофона. Но есть кепка. Да. Спасибо. Значит... А, да, Владимир Владимирович сказал, что людям на местах зачастую виднее, им лучше понятно, что нужно делать. Вот и это произошло. Да. Нам тут возле моря виднее. Да. Ну, зачем вот это? Ну, я к чему говорю? А, вот что я скажу. Ты должен сказать свою фразу. Ну что? Но я же вообще начал-то с чего? Вы довольны посланием президента России? Нет. Недоволен? Недоволен. Главное выделено неверно. Неверно. Но все, вы теперь не будете? Не можете отрицать, что вы сам умная страна? Доказательство. Ну, кто у нас был? Путин и вы. Ну, давайте так. Если выяснится, что проблема вот этой демографии деньгами не решается, а нужно работать с общественным мнением, и вместо того, чтобы женщины, как сейчас они считают, самореализация, карьера, они начнут, нужно этой пропагандой вести, что ценностью являются дети, что никакой самый успешный женский проект не заменит рожденных детей. И это намного дешевле, кстати, чем то, что Владимир Владимирович вот собрался платить. Кстати, если это правильно, то я сам умный. Логично. Логично. Ну, там не согласятся. Ну, это правильно. Это понятно. Кстати, если Владимир Владимирович, он как-то, не могу я логику понять, он хочет, чтобы женщина рожала много детей. Но он сам говорит, что если нас будет мало, или мы там исчезнем, то это все, все, что мы сделали, не имеет смысла. А у женщины трое детей, четверо, пятеро. Но о какой вообще карьере, работе можно говорить? Чем больше детей, тем меньше карьеры. Да, тем меньше карьеры. Там реализация должна... Тогда, естественно, логично, что надо не женщину поддерживать, а мужчину поддерживать. А вот тут непонятная логика какая. Поддерживают женщину. Да. Потому что там, вот он говорил, мы все знаем, женщина после выхода там что-то из декрета, что-то там прекращает получать пособие, маленькая что-то зарплата. Поэтому давайте поддерживать будем женщин. Но если женщина родила одного, второго, третьего, четвертого, пятого, да. Я к тому, что Владимир Владимирович, что нужно-то? Чтобы женщина была эффективна на работе, или чтобы она рожала много детей? А тут с деньгами непонятно, как связано. Ну, как напрямую связано. То есть, ну, не функция. Если предназначение женщины рожать... И воспитывать. И воспитывать. Женщине надо выделить главное. Вот я знаю. А, женщине, вот, да. Женщине надо выделить главное. И это, конечно, не работает. И это не работает. И не самореализация, и не карьера. А если для женщины главное рожать детей, а для мужчины зарабатывать, допустим, деньги для семьи, то, естественно, нужно поддерживать мужчин. Это ты проскочил один логический шаг. А, да. Шаг какой, что тогда, значит, чтобы в семье были деньги, надо их не давать прямо. А помогать мужчинам больше зарабатывать. Да. Или уж, по крайней мере, какие-то льготы, например, налоговые льготы мужчинам, у которых много детей. Да. У тебя много детей в твоем предприятии, дополнительные налоговые льготы. Вот, понятно все. Понятно, за что боролись. Или даже если они сейчас далеки от идеи не давать деньги, то сильный перекос уже и в сторону материнства и детства. Тогда надо капитал даже не семейным называть, а отцовским. Да, я общался с депутатами Госдумы, женщинами, которые как раз являются членами комитета. Как называется комитет? Я уже говорил. Материнство и детство. А, семьи, материнство и детство. Значит, семья – это матери и дети. Материнство, отцовство тогда и детство. Отцов нет. То есть, этот комитет занимает только женщинами и детьми. Это как бы это однозначно, прямо разрушение семьи. Вчера или сегодня картинку вам посылал, что на что можно потратить материнский капитал. На увеличение пенсии матери. На увеличение пенсии отца нет. Зачем ему? Зачем ему деньги? Зачем мужчине деньги? Орлы, зачем вам деньги? Это анекдот такой. Кто не знает, как бы. Полковник выстроил, подходит и говорит, молодец, сокол. Как фамилия? Соколов. Галец, сокол. Как фамилия? Орлов. Молодец, орел. Как фамилия? Козлов. Ну, ничего, ничего. Но это другое дело. Орлы, орлы, соколы. Зачем птицам деньги? Он вам что-то выстроил и говорит, вы же у меня орлы. Да. Ну, зачем птицам деньги? Это же про отцы. Отцы, вы орлы? Зачем вам деньги? Идите нафиг. Но дело же даже не в деньгах как таковых, а дело как раз в том, вот этот акцент, что государство даст денег к матерям, а кто тогда как бы отцы? Ну, какие-то вот непонятные, где-то они сбоку. Вот есть, например, государство и мама. Все. Вот. То есть, как бы не семья. Ну, это кто-то, кто пока еще делает зачатие ребенка, а потом уже отваливает. Да. Коллеги, вы поймите, уже за первого ребенка будут давать деньги. Ну, реально, вот в головах у большинства женщин будет простая картинка. Ладно, я вот сейчас от этого забеременею, все, дальше ты иди, Вася, гуляй лесом, дальше я сама. Государство мне поможет. Количество разводов возрастет еще, не знаю, 90%. То есть, если говорить о демографической проблеме, то главная проблема не количество детей, а количество разводов. Количество разводов. Где следствием является уже малое количество детей. Потому что понятно, что если там 3-5 лет они живут, потом они разводятся, не будет она больше рожать. Однозначно. Вы уже написали, что матери-одиночки, кто не знает, детей не рожают. Если рожают, то редко, и во-вторых, они все равно боятся. Допустим, она нашла другого мужчину. А она думает, один раз развелась, второй раз разведусь. То есть, уже нет стабильности, нет уверенности в завтрашнем дне. Значит, фактически государство что делает? Мы тебе дадим уверенность в завтрашнем дне, посылай мужиков нахер, давай рожай. Вот посыл. Это же преступление, я считаю. Это прям курс на разрушение семей. Это то, что наши враги хотят, Госдеп. Это Госдеп этого хочет. Кстати, я вчера уже в беседе говорил, и сегодня наш коллега чуть более жестко написал. Семьи определенные будут расти и крепнуть. Они будут становиться все больше и богаче. Это семьи, где и сейчас коллеги рождаются больше всего детей. Это семьи на Северном Кавказе, Чечне, Дагестане, Ингушетии, в Туве, там с рождаемостью будет, я согласен, всплеск. И туда пойдет много денег. И туда пойдет много денег. Да, за счет регионов, в которых детей рождаются мало. Но, но я очень хорошо отношусь ко всем этим народам. У меня самого много друзей, знакомых из Чечни, из Дагестана. Почему у них много детей рожается-то? Не потому, что им деньги дают, а потому, что у них все еще пока есть в менталитете, что отец глава семьи, беспрекословно. Его надо слушаться. Вот. Это просто статистика. Можете посмотреть официальную статистику Росстата. Ну да, получается... Среди народов, где глава семьи, глава семьи, тавтология, ну вы поймете мое косноязычие, там рождается больше детей. Ну получается так, что тогда статистика была бы какая, что самые богатые семьи, это семьи Северновка, поэтому там самая большая рождаемость. Такая статистика? Я думаю, что нет. Я думаю, что совсем не такая. Не такая, да. Вот. Так что дело не в этом, это же очевидно. Это кто-то, какие там враги пробрались, нет агенты влияния Госдепа, которые подсунули неверные идеи нашему руководителю. Кстати, они наверняка все объяснили логически, но в одном месте вот была как раз таки пропущена важный шаг. Ну, я расстроен, если честно. Мы пока видео не заканчиваем, но вот я что скажу. Раз вы расстроены, Юрий Леонидович, то хватит вот здесь вот находиться, летим обратно в Россию. Потому что надо решать ситуацию на месте. Придется, придется, придется лететь в Россию, наводить порядок. Готовьтесь к вылету, паспорт отдадим в связи с необходимостью. Частично работа без нас ведется. Уже одного премьера сняли. Ну, он сам ушел, как бы. Ну, честно говоря, не хочется как бы плохо говорить о бывшем премьере. Но когда он выступал, то выступление его было примерно таким. Необходимо всемирно повысить и улучшить, и расширить, а также развить. Надо все многочисленные задачи, о которых я уже вам говорил, их много, они все разные, надо их все достичь, добиться и получить результат. Вам понятно, да? Давайте мы как можно лучше будем работать. Мы должны работать хорошо, эффективно, производительно, и чтобы все у нас получилось. И вот я слушал выступления, они все были в таком вот стиле, конкретике была. И разбавленные еще были терминами всякими. Терминами еще. Многофакторный анализ. Значит, я думаю, что новый премьер, учитывая, что сумел собрать налоги, он, наверное, умеет выделять главное. Надеюсь. Надеюсь. Хотя, конечно, как бывший предприниматель, я как бы не могу любить налоговую инспекцию. Почему-то. Да, кстати, вот. Передайте, пожалуйста. К новому примеру. Упростите вы налогообложение. Но зачем вам такое количество налогов? Чем проще налогообложение, тем проще предприниматель. Ведь очень легко уменьшить количество налогов, при том, что сумма налогов, она практически не изменится. Вот очень легко уменьшить, упростить. Это же простая вещь, упростить. И образование упростите, да. Вот тоже там. Все там специально запутали. Без нас не упростят. Не упростят. Надо упрощать, понимаете? Я бы хотел еще положительное сказать. Положительное. что-то делает систему управления, про которую вы рассказывали. Про которую Георгий Алексеевич Сидоров в своих видео рассказывал. Сейчас что получается? Президент не будет назначать премьера и этих самых. Его будут избирать сами, назначать депутаты. Совет Федерации не помню. Да, депутаты. Как депутаты. Но президент, если премьер-министр и министр плохо работают, сможет их отстранять. Это похоже на то, что пока похоже на то, что сам народ через своих депутатов назначает, кто ими руководит, а Владимир Владимирович, как жрец, я не знаю, как кто, он смотрит. Если плохо работает, то снять его. Ну, правда, он должен сам и предлагать. Нет, сам и не будут. Ну, с другой стороны, его авторитет достаточный. Он там намекнет Госдуме и Госдума предложить нужную кандидатуру. Вообще, все равно, как бы, все эти глупости, типа, там, вот, там, все равны или еще что-то. Без авторитетов ничего не работает, ни одна система не работает. Без однозначного, мощного авторитета. А он и сказал об этом, что наша страна может быть только президентской республикой, а не парламентской. Нет, потому что это иллюзия, ничего такого не существует. Коллектив без главного – это толпа. Так вот, я расстроен, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, почему? Леонид Владимирович, а я расстроен вот этим вот стратегической ошибкой. Ну, хорошо то, что она будет, так как она четко выделена главная и четко названа, как будем эту проблему решать, она выявится, что лучше, чем то, как делать до сих пор. И это, я повторю теперь, это не 115 направлений Санкт-Петербурга, где беглов всегда скажут, ну, а эти-то направления я выполнил. Да, вот здесь мы продвинулись, здесь, да, ну, а что? Что вы хотите, 115 направлений. Так что Владимир Владимирович, молодец, от ошибок никто не застрахован, а самый умный человек в России теперь понимает, что он самый умный. Практика покажет. Хорошо, практика покажет. Хотя я знаю, какая она будет. Вам нужна стратегия? Обращайтесь, но это дорого. А, еще, коллеги, я все пост, не пишется пост, с 18-го числа цен у нас сильно повышается. И научное обучение у Юрия Леонидовича, и на разработку стратегии, и на обучение у меня, и у Павла Макевича. И на книжку. И на книжку. Да, на книжку не сильно, но тоже повышается. Тоже повышается. Это не стратегия книжки. Более того, вот этот лишний геморрой с предупреждением о повышении цен мы прекращаем. Теперь цены будут повышаться неожиданно для вас. Очень к моменту ее написания она дойдет до 20 уже, тысячи обещанных. А может и больше? А почему мы должны остановиться на 20? Не должны. Мы можем и дальше пойти. Не хотите по предзаказу, будете покупать дороже или не покупать? Это чья проблема? Чья проблема, что кто-то стратегически неуспешен? Чья проблема, что кто-то стратегические вещи в текучке весь тратит большие деньги на всякую ерунду и не может потратить время и деньги на стратегию? Чья проблема? Моя, что ли? Может, твоя? Проблема того, кто не понимает стратегии. Да, да. И жизнь его научит. Ну, в общем, вот таких расстроенных чувствах я и заканчиваю это видео. В смешанных. Я заканчиваю. В смешанных. Еще раз, да. Я вот, ты в смешанных, а я в расстроенных чувствах. Ну, вы-то стратег. Я сразу, ну, стратегические ошибки для меня нож по сердцу. Коллеги, еще раз напоминаю, что следующее видео, которое вы увидите, будет апеллировать, откуда эти слова, будет адресовано к этому видео, в котором мы хотели сказать, кстати, что мы не то, что отменяем приз, а что приз 100 тысяч рублей, там, или миллион рублей. Все. Три, три, три. Мы не даем. Да, да. Мы хотели это сказать. Мы это хотели сказать, чтобы больше шумиха создалась, чтобы вы гораздо большему количеству людей сообщили об этом конкурсе, но решили так не поступать. А потому что, как известно из маркетинга, да, о том, что тебя хорошо обслужили, рассказывают трем, а о том, что плохо – 11. Да. Поэтому то, что приз отменяли, вы бы рассказали всем. Да, поэтому, когда вы будете смотреть следующее видео, в нем мы будем объяснять то, что не сделали в этом видео. Мы это не сделали. Но вы умные, вы все понимаете. Они умные. Да. Но не стратегия. Но не стратегия. За текучку, товарищи. Новый год закончился текучкой, текучкой. Вы всю текучку сделаете. Надо каждое утро смотреть ежедневник и верить, что всю текучку ты сделаешь, и потом наступит следующий день, и текучки больше не будет. Отличное пожелание от стратега. Да. Ура, товарищи. Ура, товарищи. Ура, товарищи. Да. И до встречи в России.